Приветствую вас на канале Алкавита. Сегодня я хочу сделать аплесиново-медовый дистиллят. У меня есть 32 литра вот такого сока и также есть 10 килограмм медовой пенки. По отдельности ни туда ни сюда. Я решил все это объединить. Сок натуральный, хоть и восстановленный, премиум класса. Сейчас эти все 32 литра в отдельную емкость и замерю сахар. Некоторые вот эти фляжки уже так раздулись. Открыл, конкретно идет брожение, уже даже такой чувствуется алкоголь. Начальная сахаристость должна быть в районе 10-12, но сейчас только 9. Ну понятно идет брожение. По моим подсчетам здесь около 3 килограмм сахара, 50 грамм турбокезет. Рассыпаю на поверхности и потом как следует перемешаю. Непонятно что здесь за брожение, поэтому дрожжей немножечко с запасом. 10 килограмм медовой пены заливаю кипятком, чтобы удалить весь воск. В бродильной емкости его удалять гораздо тяжелее. Воска получилось совсем чуть-чуть. Все уже в бродильной емкости, где аплесиновый сок примерно 10 килограмм пенки и где-то наверное литров может быть 20-25 воды. Сейчас я добавлю дополнительно 100 грамм турбокезет. Ну и общий объем доведу наверное литров до 50, может быть 55. Бочка 65 литров. Получилось 60 литров бражки. Гидрозатвор. Пусть бродит. Брага отыграла. Три дня было активное брожение, полдня еще побулькало. Ну и четыре дня стояло как бы на осветлении. Открываю и смотрю. Плавает немножко воска наверху. Крупиночки. О! Прикольно. Цитрусово-медовое. Такое бражечко. Класс. Сейчас я тогда все сниму. Верхний слой воска и буду перегонять спирт-сорец. Пыжик меди первичной головы. Получилось 16 литров спирта сырца. И сюда я добавил 4 литра того дистиллята медовый самогон в один перегон, который я делал. В общем, через две недели я его хотел разливать. Что-то понюхал, попробовал. Вообще не понравился он мне. Хотя медовый аромат вот явно прослеживается, очень яркий медовый аромат. Но вот качество дистиллята нет, не мое. Не могу я такой пить и не могу я этим угощать друзей. В общем, как бы решил либо его отдельно перегонять еще раз. А тут у меня подошел как раз спирт-сорец с апельсиновым мед. Почему бы и нет, подумал я. Поэтому буду дробить все 20 литров. На аромат данный спирт-сорец это однозначно мед и апельсин. Очень яркий аромат. И вот такие получились цифры. Объем 20 литров, крепость 40 процентов со всеми поправками. Поразительно. Очень такой крепенький спирт-сорец получился. Значит, мед хорошо выбродил. Абсолютный спирт 8 литров, головы 5 процентов, тело 70 процентов от абсолютного спирта примерно. 5 600. Ну, раз у меня были первичные головы, то где-то 6 200 должен собрать. Ну, 6 литров соберу, буду счастливый как носорог. Но, я же сюда добавил 4 литра уже готового дистиллята. Поэтому вот головы буду рассчитывать именно от этого. 320 миллилитров. У меня там 4 литра было уже готового дистиллята. Голов там как бы нет. Поэтому 300 буду отбирать смело. Потом буду нюхать. Я думаю, что вот потолок, я отберу 400. Это край. Ну, а тело уже буду отбирать именно поэтому. И, возможно, будет немножко больше тела. Так как у меня уже 4 литра. А это добрая 1 5 часть 20 процентов уже без хвостов. Поэтому, ну, вот если 6 500 соберу, то прям буду вообще супер дядька. 400 миллилитров голов. Это с запасом. Отключил дефлегматор. Вот отбираю тело. Без дефлегматора сейчас открою окошко. Чтобы было прохладней. Вздушная дефлегмация самая идеальная при температуре 14,5 градусов. Закончил дробную дистилляцию. Очень была легкая дистилляция. Все как по учебнику. Такое ощущение, что крепость 40 процентов. Идеально для спирта сорца. Для моих условий. Голов отобрал 400 миллилитров. На 350 аромат выровнялся. Ну, 400 с запасом, как всегда. Отключил дефлегматор. Убавил нагрев. 2 литра отобрал. Температура не поднималась выше 79,5 вверху колонны. Окно было открыто. Была очень хорошая воздушная дефлегмация. Далее подключил дефлегматор и отобрал 4500. Как бы все очень легко. Дефлегматор подкручивал раза два или три. Очень ровно дистилляция. Мне понравилось. Развожу до 40 процентов. Часть у меня уйдет на щепу. Так как мне очень много будет. А часть останется в белом исполнении. Ну и самое приятное. Пробую, что же получилось. Апельсиновый медовый дистиллят. Аромат уже привычный мне. Как острый апельсин. Но ярко такой цитрусовый. Немножко мандариновый. Ну, приятный очень аромат. Полный ноздрёй. Немножечко Зачесался нос. Спиртная нотка. Вот в конце, в конце Ощущается. А так вообще На аромат прям, знаете, прям Чувствуется, что такой сладкий-сладкий Мандаринчик. На аромат прям Пятерочка с плюсиком. Очень хороший аромат. Быть добру. Чтобы все были здоровы. Класс. В меру такой Не скажу, что жесткий. Просто первая стопочка. Закусить не хочется. Мёд. Ну, мёда как бы Не ощущаю. Прям мёд. А вот такой сладковатый Мандаринчик. Как бы есть. Наверное, капусточка вообще Не к этому напитку. Здесь бы, знаете, наверное, Вот закусить бы яблочком, Персиком. Вот такой вот. Мне кажется, даже вот Апельсинка с щепоткой корицы. Почему бы и нет? Секунду. Та-дам! Вот это уже совсем другое дело. Итак, 10-5 постоянного 5. Аромат немножечко округлился. Немножечко ушёл апельсин. Наверное, ближе всё-таки к мандарину. Ну, классно. Мне нравится. На аромат, повторюсь ещё раз, Это пятёрочка с плюсом. Так, вторая, закрепляющая. Быть добрым, Чтобы все были здоровы. Класс. Здорово. Ммм! Во! То, что надо, ребята. Обалденный закусок. Дольки апельсина и корица. Вот под этот дистиллят, знаете, Я бы сказал, Это какой-то такой летний дистиллят у меня получился. Точно. Зимой вот хочется Хреновушку, перцовочку. Такое. А это прям вот Отдаёт прям летом Пляж вот На лаколе вот такой взять. Точно. Я буду пить на лаколе Вот такой вот дистиллят С апельсинкой. Ну, апельсин, конечно, летом будет тяжело, знаете. Ну, хотя сейчас уже всё есть. Любые будут продукты. Хоть зимой, хоть летом. Подведу итог. Аромат 5 с плюсом На язык. Ну, опять, как бы, мёда не хватает. Поэтому такая пятёрочка. Мягкость. Ну, наверное, тоже пятёрочка. Вот даже с минуса. Вот чистый медовый дистиллят был прям вот мягкий. Прямо на все 6 баллов. Здесь, наверное, всё-таки 5 с минусом. Итак, я очень хочу вот именно в таком пандеме ещё раз попробовать. Мне нравится такое выражение. Гастро Альянс. Вот, мне кажется, вот это вот настоящий Гастро Альянс. Они так дополняют друг друга. Просто класс. Ребята, действительно, вот рекомендую. Прям вот. Мне очень понравилось вот так вот, такой вот дистиллятик закусывать вот таким вот апельсинчиком с корицей. Ролик наверняка уже выйдет весной. Зимой я не успею, наверное, выпустить. Поэтому давайте с весной. Ура! Нет, это классно. Категорически рекомендую. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. До свидания.